Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Прошли большие летние каникулы, во время которых многие старшеклассники получили свой первый профессиональный опыт. Сколько подростков в Самарской области были трудоустроены минувшим летом? Какие вакансии оказались наиболее востребованными среди школьников? Как это способствует профориентации молодежи? И где и в какой форме можно продолжить эффективные поиски своей будущей профессии? Об этом пойдет речь в нашей программе. И наш эксперт сегодня – директор Молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина. Здравствуйте, Ольга Юрьевна! Добрый день! Ну, давайте действительно начнем с того, что подведем итоги. Сколько же самарских подростков, старшеклассников было трудоустроено минувшим летом или, может быть, просто на сегодняшний день? Ну, вообще, за это лето в рамках городских и областных муниципальных программ мы трудоустроили более трех тысяч подростков. Это ребята, которые проживают на территории городского округа Самара. Это ребята из, скажем так, малообеспеченных семей, которые относятся к трудной жизненной ситуации. К нам обращались все подростки в возрасте от 14 до 17 лет. И вот такая интересная статистика есть, что все же более 60% обращаются к нам в центр подростки в возрасте именно 14-15 лет. То есть такие ребята, которые в начале своего пути, то есть все-таки это говорит о том, что ребята, кто постарше, кому 16-17 лет, они в период каникул либо готовятся к поступлению и сдаче экзаменов, либо занимаются самостоятельным поиском работы на рынке труда и ищут непосредственно вакансии уже через коммерческие организации. А все ли желающие, которые к вам обратились, смогли трудоустроиться? К нам в центр обратилось более, скажем так, 5000 человек за летний каникулярный период. При этом мы трудоустроили, я еще раз повторюсь, 3102 человека получается. Основная масса была трудоустроена. Конечно же, кому-то из ребят, может быть, не понравились условия работы, либо не подходило по периоду работы. Кому-то мы помогали просто составлять резюме и направляли уже для работы в коммерческие организации. Но практически каждый подросток мог поработать один период. Однозначно были ребята, которые работали и все лето. А сколько в целом заработали юноши и девушки Самары? Ну, в этом году, например, за две недели, как пример, подросток заработал порядка 10 тысяч рублей. Это на руки с учетом выплаты материальной поддержки, которую выплачивает служба занятости населения городского округа Самары. При этом, повторюсь, что ребята работали 14-летние 4 часа в день, 15-летние 5 часов в день, в пятницу 4 и 16-17-летние ребята до 7 часов в день. А вот общей суммы нет? Ну вот, получается... Сколько потрачено было на выплату зарплаты? Ой, на выплату зарплаты у нас в этом году более, даже я могу сказать, 35 миллионов, то есть достаточно большой бюджет. Это на весь год? Да, и в том числе на летний период. На летний период, наверное, львиная доля приходится. Да, абсолютно верно. Это серьезная сумма? Очень, да. Какие вакансии были наиболее востребованными? Знаете, какого-то определенного вектора нет. Так как это подростки, то учреждения предлагают легкие виды работ. Вообще по законодательству любой работодатель может предложить подростку только легкие виды работ, которые не навредят здоровью и соответствуют уровню профессиональной подготовки подростка. Конкретно наше учреждение предлагало работу по направлениям помощник-специалист. Это работа с документами, с архивом, с зеркопированием, тиражированием документов. Сюда входила курьерская деятельность. Также работы такие, как вот на улице ребята работали садовниками, обращенными территориями, подсобными рабочими. И вакансии все распределились приблизительно в равном количестве. То есть нет такого, что кто-то там большую часть хотела работать с помощником-специалистом. Нет. Очень много работало ребят садовниками. Было очень интересно наблюдать, что, понятно, это период лета, да, жарко, и многие выбирали сознательно работать на улице, чтобы не находиться в помещении. Многие экспериментировали ребятам, что очень здорово для них, да. То есть, например, один период они работали по должности помощника-специалиста. И вы посмотрели, как выполняется такая работа, да, какие трудности бывают, знакомились с коллективом. И второй период уже выбирали там работу, опять же, садовником, где-то на улице, в ботаническом саду. То есть совершенно разные сферы. Да. Ну, наверное, чтобы просто понять, к чему душа-то лежит. Конечно, это очень хорошая практика, именно и хорошее направление профориентации. Мы действительно такой задачей для себя ставим профориентацию. Это возможность для ребят попробовать свои силы, посмотреть, какие сферы деятельности интересны. С нами работают различные предприятия. Это могут быть и промышленные предприятия города, да, где ребята могут поработать. То есть посмотреть вообще, как устроено предприятие, какие программы у них существуют. У многих предприятий сейчас есть и поддерживаются программы поддержки молодых специалистов. И предоставляются возмещения затрат на аренду жилья, например, как на заводе приборных подшипников. Многие предприятия в первый день не только проводят инструктажи, которые положены перед тем, как подросток приступит к работе, но и делают обширную экскурсию по предприятию, знакомят с историей завода, с музеем, опять же, с какими-то интересными фактами, да, чем занимается производство, почему они являются лидером у нас, допустим, в стране, да. Второй блок мощный – это государственные муниципальные учреждения города. Тоже большой спектр, начиная от детских образовательных учреждений и до, опять же, учреждений, которым, скажем так, постоянно требуются специалисты, которые бы и такие организации берут в последующем уже подростков к себе на постоянное место работы после окончания учебных заведений, да. Учреждения у нас также с нами сотрудничают в сфере ЖКХ, это различные ТОСы, то есть, опять же, по месту жительства, где ребенок проживает, он, опять же, может поработать у себя в дворе. Благоустройством заняться. На благо, да, родного двора, поучаствовать, опять же, в организации проведения мероприятий, которые организуются на территории района, помочь организаторам. И у нас также есть большой блок – это учреждения, которые относятся к сфере общественных организаций. Опять же, тут подростки могут посмотреть, как реализуются проекты, например, для ребят из числа сирот, для ребят с инвалидностью, для взрослых людей с инвалидностью. Опять же, мы имеем прекрасный опыт многолетний, когда один раз ребенок поработал в этом направлении, и он в дальнейшем уже развивается вот по этому направлению. Вот большая часть ребят трудоустраивалась все-таки при помощи вашего центра молодежного Самарской. Вот сейчас, наверное, есть какая-то обратная связь. Те ребятки, которые поработали, они, возможно, к вам приходят или как-то связываются. Что они вам рассказывают о своих впечатлениях, о полученном опыте? Ну, во-первых, всегда ребята… для ребят это новый опыт, да, и на самом деле разность информации. Кому-то было тяжеловато в первый рабочий день, да. То есть, опять же, повторюсь, если это большое предприятие, то есть риски немножко потеряться, да, и пройти даже непосредственно вот через проходную для ребят современный квест, как говорится. Многие говорили о том, что думали о том, что период работы – это так, период каникул же, и недостаточно это ответственно, но в то же время оказалось, что это жесткие рамки, это культура труда, это надо соответствовать тому, тем правилам, которые существуют в организации, что очень важно тоже. Но все-таки основным для ребят – это, конечно, финансовая составляющая, это ребята получили первую зарплату, которую они с удовольствием тратили, и, конечно же, родители говорили о том, что это хорошая помощь каждой семье. Многие ребята говорили о том, что получили первый профессиональный опыт, для них это действительно очень важно было, с чего-то начать. Но вот статистика все-таки говорит о том, что, как правило, 14-15-летний приходят к нам, и дальше дети уже, как говорится, прошли этот путь, увидели, что это безопасно, что это возможно, и уже своими силами пробуют себя на рынке труда и самостоятельно уже подрабатывают летом. Это, на самом деле, правильно, потому что у нас сейчас рынок труда, и вообще экономика в стране движется очень достаточно быстро, динамично. И, конечно же, на молодежь сейчас возлагаются такие очень большие надежды, и молодежь должна быть мобильна, она должна быть коммуникабельна, коммуникативна на рынке труда. И ребята должны очень достаточно быстро ориентироваться, обучаться новому, обучаться новым профессиям, получать какое-то дополнительное образование. Поэтому как бы мы поддерживаем. А работодатели наверняка тоже уже подвели какие-то итоги вот этого летнего опыта сотрудничества с подростками, с несовершеннолетними работниками. Что они, от них какая информация к вам приходит? Работодатели в этом году трудоустроили. Получается, ребят, я не могу сказать, что прям большими группами, да, в основном брали небольшое количество человек на предприятие для того, чтобы более качественно подойти к процессу организации труда. На многих предприятиях были подготовлены либо с нашей помощью, либо на предприятии существует система наставничества для того, чтобы подросток получил необходимую информацию от наставника, чтобы у него была поддержка, значимую у взрослого, да, чтобы ребёнок получил новые навыки даже вот за этот небольшой период работы. И работодатели, те, кто с нами сотрудничают, на самом деле более 120 предприятий у нас было в этом году с нами взаимодействующих, всегда положительно настроены на то, что к ним приходят подростки на работу. И они заинтересованы в дальнейшем, чтобы ребята приходили после обучения к ним на предприятие. И даже создают условия для того, чтобы ребята и учились, и работали. Абсолютно верно. То есть вот такие даже есть программы на производствах, я знаю. Абсолютно верно. Даже сейчас у нас есть такая возможность, да, поработать с ребятами в свободное от учёбы время непосредственно на предприятиях, также города. То есть здесь рабочее время у подростка сокращается. Подросток в возрасте 14 лет должен работать 2,5 часа в день. В пятницу 2, 16, 17, 3,5 часа в день. При этом самым ключевым моментом является то, что работа не должна мешать процессу обучения. То есть здесь важно для заключения трудового договора нам предоставить заверенное расписание. Ну вот смотрите, летний трудовой опыт – это, конечно, хорошо, но не все и не всегда это выбирают, да. Но, вероятно, есть и другие какие-то способы получения профессиональной ориентации. Вы что предлагаете? Правильно вы говорите, что да, временное трудоустройство – это не единственная форма и метод профориентации. Вообще есть и индивидуальные групповые консультации по профориентации, есть и тестирование, есть и всевозможные экскурсии на промышленные предприятия или просто предприятия. Сейчас как бы спектр представлен очень широко. Есть и вебинары со специалистами различных профессий, есть и непосредственно игры по профориентации. Здесь основная задача любого подростка – обязательно принимать участие. И очень здорово, что сейчас в нашей стране тем профориентации уже развивается там буквально с детского сада. Это говорит о том, что все-таки, когда подросток, молодой человек, ребенок подойдет к выбору, то его выбор будет очень осознанным, он будет эффективен на рынке труда. Это не будет означать, что он закончил учебное заведение высшее или среднепрофессиональное, и вот он не знает, куда мне пойти и чем заниматься. А такое тоже бывает ведь? Да, абсолютно верно. Ну, кстати, и что тогда? Вот придет к вам в центр молодой человек или девушка, который учится уже в 11 классе, говорит, ну вот не знаю, как помогите. Таким помогаете? Обязательно, да. То есть можно у нас в центре записаться на индивидуальную консультацию, да, специалист в центре проведет, протестирует, проведет диагностику. В любом случае можно, если вообще представления, ну, как сказать, очень мало, да, мы обязательно пригласим такого молодого человека поучаствовать. То есть у нас есть различные мастер-классы, тренинги, такой тренинг, как «хочу», «могу», «надо». То есть «хочу» — это мы смотрим, какие у ребенка есть пожелания, увлечения, «могу», то есть что он может выполнять, то есть какие конкретные навыки, да, у ребенка есть. И «надо» то, что предлагается на рынке труда, то есть мы соединяем эти три вектора непосредственно, и получается некий результат, то есть что ребенок умеет и что надо рынку труда, да, чтобы ребенок уже выпустился, и у него уже была профессия, ориентир и так далее. Если, опять же, у ребенка вообще нету никаких представлений, то здесь можем предложить посетить экскурсии на предприятии, поучаствовать в различных играх психологических, да, здесь можно непосредственно принять участие и в ярмарках вакансий, да, где пообщаться с работодателями. Здесь в любом случае вообще как рекомендация любому подростку и молодому человеку принимать участие как можно больше в различных вот таких мероприятиях по профессиональному самоопределению, да. А в каком классе, в каком возрасте все-таки вот вы бы рекомендовали, ну вот все, пора прям задуматься серьезно. Ну, уже из 14 лет однозначно. То есть 14 лет самое время. Да, еще лучше может даже посмотреть некую динамику, то есть, да, прийти на консультацию в 14 лет и уже в 16 лет. Будет ли какое-то, ну, может быть, представления какие-то у ребят поменяются. Но я уверена в том, что изменения будут незначительные. Просто если у ребенка интересы более узкие такие, да, то, возможно, уже в 16 лет мы сможем подобрать, ну, более такой узкий спектр тех специальностей, которые вообще соответствуют его профилю. А вот что требуется от ребят, которые к вам обратились за помощью? Я имею в виду, там, они должны какие-то данные о себе, заявления какие-то. Как вот они вообще должны обнаружить свои потребности? Если ребенок пришел просто для консультации, то достаточно его присутствия. И для проведения тестирования необходимо согласие родителей, да. Обязательно специалист центра, психолог передаст согласие, да, и родители нужно будет заполнить. Если подросток обратился к нам за помощью в трудоустройстве во временном, то обязательно документы для трудоустройства. Их можно посмотреть у нас на сайте, они актуальны. Можно посмотреть в группе в социальных сетях ВКонтакте «Молодежный центр Самарский». Ну, еще раз обращаю внимание на то, что документы должны быть этого календарного года, да. И есть документы, которые требуют время на оформление. Та же медицинская справка форма 086У. То есть это медицинское заключение должно быть. Справка об отсутствии судимости. Ее можно заказать через портал госуслуги, получить в личном кабинете. Непосредственно, вот сейчас требуется, извиняюсь, заверенное расписание с места учебы. Вот это очень важный момент. Очень важный момент для того, чтобы мы могли составить график работы ребенка. Который бы не мешал процессу обучения. В любом случае, да. То есть все предусмотрено. То есть все очень, такой будет плотный график. То есть если, опять же вернусь к этому моменту, то есть если ребенок сейчас хочет работать, нужно посмотреть по его занятости. Да, сможет ли он найти время для этого. Да, если тем более это старшие классы, есть дополнительные занятия, есть там музыкальные школы, да, какое-то дополнительное образование. Вот у вас есть экспресс-диагностика и уроки профориентации, да? Вот расскажите, экспресс-диагностика, это что такое? Это вот непосредственно, когда человек приходит к нам в центр, и мы буквально там за час, за полтора, да, проводим, используем несколько методик по профессиональной ориентации и делаем уже прям большое, хорошее заключение. То есть это вот как раз тестирование проходит? Тестирование, да. Да, да. А дни профориентации мы непосредственно выходим уже в школы, школы. С нами иногда приходят и представители, работодатели каких-то организаций, чаще всего это промышленных предприятий. Непосредственно специалисты нашего центра проводят диагностику, а представители предприятия уже рассказывают о том, какие программы есть для ребят, да. Например, программы там целевого обучения, что актуально для выпускников, да. Или какие программы есть для поддержки молодых специалистов. Или говорят о том, какие вакансии у них востребованы сейчас и какие будут востребованы через ближайшие там 10-15 лет, ориентируясь, да, опять же, на развитие предприятия. И рынка в целом, наверное. И рынка в целом, да. Это очень важные прогнозы. Очень важные прогнозы. И здесь большой плюс в том, что школьник может задать любой интересующий его вопрос. Расскажите о специалистах, которые работают с ребятами, непосредственно проводят тестирование, потом проводят беседы, когда консультируют уже по результатам вот этого вот всего. Я предполагаю, что это же профессионалы, психологи. Конечно, это психологи, да, ведущие психологи, которые также обучены, имеют дополнительную квалификацию по направлению профориентация. Это специалисты, которые также работают сейчас в современных направлениях, как там коучинг, арт-терапия, да. То есть у нас есть такие мастер-классы, например, где используют методы арт-терапии, то есть различные рисуночные тесты, что интересно. То есть не вот вы просто приходите на тестирование, с вами вас просят пройти тест, где ответят на вопрос «да, нет». Чаще всего сейчас используют такие методики, которые более широкие дают ответы, да, и можно составить такое большое заключение. То есть определяется профессиональный тип личности, да? Да, абсолютно верно. И потом консультант дает, предлагает молодому человеку, девушке список каких-то рекомендованных профессий. Абсолютно верно. И дальше уже идет консультация. Если подросток хочет, мы приглашаем на консультацию родителя, да, опять же, исходя из пожелания подростка. Если нет, то если есть запрос, что подросток говорит о том, что «да, мне нравится это, но я боюсь», то проводится некая работа в дальнейшем вот именно на снятии неких вот страхов, ограничений. Каких-то неуверенностей в себе, да? Конечно. То есть непосредственно дальше идет постройка некого такого карьерного пути, да, чтобы ребенок понимал. Специалист дает рекомендации. Вот если не хватает информации подростку, где он может взять дополнительную информацию об этой специальности, какие ролики посмотреть, какую информацию узнать о учебном заведении. То есть конкретный маршрут предлагает, что дальше ребенку сделать. На какие науки поднажать в процессе обучения, возможно, да? Да, да, да. Куда сходить, вот посмотреть, да, что послушать, какие научные работы. Ну да, потрогать своими руками, как говорится. Абсолютно верно, да. А бывало такое, что вот на таком собеседовании вдруг ребенок в шоке от неожиданности выводов, сделанных специалистов, о его личности. Вот он ожидал, что ему предложат вот такие-то профессии, и что его тип, профессиональный тип личности вот такой-то, а ему предлагается нечто иное совершенно. Такое было? Какие-то вот открытия удивительные? Да, чаще всего такие открытия со стороны родителей, конечно же. Конечно же, у родителей все равно, мы родители хотим защитить своих деток, да, и мы очень часто, возможно, навязываем те некие сценарии, да, которые мы хотим видеть в нашем ребенке. И чаще всего это самая грубейшая ошибка при выборе той или иной профессии, той или иной специальности со стороны ребенка. Вот в этом случае, вероятно, когда такой конфликт интересов существует, наверное, вы приглашаете в центр для собеседования родителей, да? Проговариваем, да, опять же, с согласием самого подростка. Конечно, вообще родители проявляют всегда интерес в этом направлении, но здесь, опять же, очень многое зависит от грамотности, да, самого родителя. То есть родитель либо может принять эту информацию и в дальнейшем поддержать ребенка действительно по этому направлению, либо родители очень часто в штыки встают, да, и ребенок тоже теряется, и он не считывает, чья эта информация, это его пожелание или это все же навязанное мнение родителей. И очень часто является также ошибкой, что пошел на обучение там по той или иной специальности с другом, с подругой, да? За компанию. За компанию, да. А самому-то и не особенно надо, и не особенно хотелось. Да, и чаще всего, опять же, вроде и родители согласны, пусть он там с Ваней, они же вместе учатся, там учились хорошо, вот пусть они друг за другом и держатся, да? Но действительно процесс обучения вот там от двух до четырех лет пройдет, а что дальше? На выходе получается низкий уровень мотивации, низкая активность, нет желания работать, да, и как будто не понимаешь, про что это. Но опять же, если такое случилось, не отчаиваться. У нас есть специалисты, кому можно обратиться. Мы в любом случае посоветуем, потому что сейчас очень много существует и программ, различные переквалификации, переподготовки. И сейчас вообще это, как сказать, очень хорошо поддерживается, именно получение дополнительного образования, да, и соединение всех навыков, вот которые есть. Я вот что главное услышала, что вот экспресс-диагностика, она, конечно, хороша, но вот такого глубокого изучения данной конкретной ситуации не получится, и такого глубокого анализа не получится, да? То есть, чтобы получить достаточно точную характеристику и точные рекомендации, ну, достаточно точные, да, нужно все-таки как-то комплексно подходить к профориентации, да? То есть сам молодой человек должен осознавать, что надо более комплексно к этому подойти. Вот одного теста и какого-то резюме специалиста такого беглого недостаточно, да? Абсолютно верно, да. Надо, то есть, заранее отсматривать, что нравится, что не нравится, участвовать во временных различных работах, стажировках, практиках, писать научные работы, да, вот на стадии обучения в школе, ну, или там, я не знаю, доклады, погружаться в эту тему. Опять же, посещать неоткрытых дверей в учебных заведениях. Да, это тоже очень хорошо. Очень важно. По возможности, если вы уже определились с выбором направления, то побывать на предприятии, побеседовать со специалистами, побеседовать, может быть, с молодыми специалистами и наставниками, посмотреть опыт регионов, зайти на сайты тех или иных организаций, посмотреть, как все это выстроено. И тогда сложится уже, да. Вот, кстати, об организациях в профориентации молодежи, в том числе старших школьников, принимают. Какое участие крупное предприятие Самары? Вот я знаю, что был такой проект кадры, да, он с 2014 года реализуется и направлен на популяризацию рабочих инженерных профессий. Там крупнейшие предприятия, и Авиакор, и Кузнецов, и Прогресс, да, и приборных подшипников, да, и Стройфарфор, то есть много-много предприятий. Вот этот проект продолжает работать? Мы продолжаем работать по этому проекту, да. В рамках этого проекта у нас проходят открытые уроки, как раз, где мы выходим вместе с работодателями, о чем я говорила, ребята могут задавать все интересующие вопросы. Этот проект у нас также был поддержан в свое время на федеральном уровне, он стал у нас победителем, то есть в этом направлении мы продолжаем двигаться, но, если, конечно, говорить с 2014 года, то многие предприятия сейчас, ну, как сказать, имеют уже меньше вакансий, кстати. Понятно, потому что сейчас государственные задачи несколько изменились, да? Да, да, и вот про что я говорю, что сейчас предприятия уже дают некую информацию, что будет востребовано через, там, 5 лет, 10 лет, некие прогнозы, за что надо, если раньше мы ориентировались все же на вакансии, которые есть на текущий момент, да, то сейчас предприятия ориентируют на что будет. При этом у многих предприятий, которые вы назвали, есть свои образовательные центры внутри организации, то есть они дообучают, дают дополнительное образование именно по тем направлениям, которые им нужно требовать. Я поняла, очень много информации, если у молодежи возникают вопросы, всегда можно прийти в молодежный центр Самарский и получить множество ответов на самые разнообразные вопросы. Время нашей программы подошло к концу. Ольга Юрьевна, благодарю вас за интересную беседу, надеюсь, полезную для нашей молодежи. Напомню, нашей гостью сегодня была директор молодежного центра Самарский Ольга Петрухина. На этом у меня все, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин